санкт-петербург магазин ретно 30 августа распаковочка будет для василия город суздаль вскрываем кресло нобел черт хиру гибридная обивка цвет я вам на данный момент данной ситуации эти кресла можно считать уже дефицитной продукции коричневый цвет выглядит так что такое гибрид сейчас мы покажем увеличиваем вот мы видим микропоры вот они вся поверхность в этих микропорах немецкий немецкая искусственная эко-кожа производится на территории германии как бы массовое производство в китае технологии не отдают поэтому эту обивочку нельзя встретить на каких-то там более дешевых брендах а только можно увидеть этот гибрид на nobel chairs на этих произведениях значит коротко о главном эко-кожа какая бы она все равно крутая не было соль уничтожает все поэтому на эко-кожа не стоит сидеть по голому торсу обязательно в одежде обязательно уход нужен ну кресло дорогое но любая вещь требует какого-то ухода поэтому минимальный уход за креслом покупается такая автохимия жидкость без спирта без растворителя на водной основе и хотя бы раз в месяц один разок в месяц протираем моего сиденья также подлокотник потому что это тоже пориуретан все протираем правильно пользуемся углом наклона спинки тоже поднимаем вверх рычаг до конца а потом откладываем спины на спинку помним при поднятии рычага никаких скрежетов щелканье металлических не должно быть тишина рпп . помним что это индивидуальный продукт и не для всех членов семьи то есть не стоит от этой рпп . каждому члену семьи накручивать под себя если вдруг на кресле будет сидеть разные пользователи ну и все это вот все вот такие правила рекомендации для кресла а еще одна кстати если вдруг используем кресло максимальной высокой точки используется газлифт и вы решили в нем покачаться что тоже можно делать потому что когда вы качаетесь тело отдыхает но главное нас настроить качалку правильно то есть решили покачаться опускайте газлифт в самую нижнюю точку опять же при качании срок службы газлифта увеличивается в разы все сейчас вскроем и проверим значит здесь еще одно правило извлечение спинки из коробки вверх спинки вниз спинки приподнимаем подлокотники нащупываем кнопочку подняли этот подлокотник подняли кнопочка вот она наверх и наверх подлокотник тянет и с левой стороны аккуратненько вынимаем спинку еще у нас болты как не зацепить подлокотник с правой стороны нельзя потому что там ручка рпп сейчас его к смотрю подготовлю мы продолжаем самое главное что все риски каких-то деформированных подлокотников вы избежите нашего магазина кресло выйдет в идеальном состоянии вот мы видим что поверхность подлокотника не деформа и не деформированная все работает пластик пластик целый кнопочки все целые очень в этих моделях дорогих всегда практически страдает подлокотник так эти лучшее мы видим это алюминиевое прямое инструкция наша печать будет ее обязательно хранить эти значки тоже изучаем вот так сидеть не стоит на кресле на пол кресла так как нагрузка здесь швы они очень натянуты для того чтобы здесь было красиво фронт кресла выглядел красиво до визуально швы натягивается еще внутри там идут тоже такие спицы из мягкого материала податливого чтобы это все было на тянуте когда вы сидите вот на этой стороне вот эти швы вы натягиваете очень сильно поэтому немцы это все учли все прописали в правилах и вот это первая ошибка пользователь когда они сидят на пол кресла так здесь у нас все хорошо пакета мы не снимаем все и так хорошо видно посмотрим второй подлокотник который подлокотник тоже видим кнопочки все целые рабочем состоянии так значит по механизму помню правила эксплуатации этого механизма подняли а потом только надавили спиной на спинку модель новая угол наклона на предохранитель видите он не срабатывает собрали кресло поставили на колеса вот здесь предохранитель он красный шляпка его виде винта его надо удалить после того как вы собрали кресло поставить его на колеса подушка валик под спину комплектующие давайте посмотрим ключики болтики все есть активные накладочки есть флажки для управления мультиблока есть все на месте так колеса есть газлифт пыльник хорошо все в наличии соответственно сам мультиблок круто так вот эта гайка для режима качания то есть подстраивается под рост и вес пользователя здесь на нем нанесены символы плюс минус настраиваем его в ту или иную сторону натягиваем пружину или ослабляем так вроде здесь все так спиночка самое главное да все идеально никаких деформаций потому что гибридная кожа тоже сейчас часто страдает если чуть-чуть на заводе что-то неправильно ее приготовили транспортировки и очень страшные вмятины и она уже не управляется это самое главное смотрите все идеально все ровно все красиво никаких деформаций никаких повреждений меда кресло называемая перфект да также проверю на работоспособность . на видео не попадет ну все в принципе осмотрим и закончили помним главное по нашим рекомендациям правильное взаимодействие механизмом ну и ухаживаем крызокреслом да хотя бы раз в месяц протираем его это нужно как бы не хотелось этого делать ну обивка дорогая даже когда она выйдет из строя там после какого-то иного времени вы ее нигде не найдете такую замену перешить можем на натуральную кожу кстати ну кресло вы покупаете каркас как пройдет время обивки перешиваете сиденья самое первое сиденье выходит из строя на натуральную кожу еще столько же времени пользуйтесь потом перешиваете спинку уже спинка лет семь точно будет ходить без всяких нареканий расходники мультиблоки газлифт ну сказали потом я сказал что как увеличить срок службы мультиблоки были десятилетиями ходят даже не смазывается это очень хорошие мультиблоки давно мы с ними имеем дело так что василий ваше кресло идеально сейчас я его буду запаковать обратно ждем от вас отплату и завтра она поедет уже в город суздаль